всех приветствую друзья с нами сегодня журналист игорь яковенко будем обсуждать события последних дней последних часов здравствуйте игорь здравствуйте ну вот начну с наступление которое с возможного наступления которое все обсуждают но понятно что наступление а такое знаете латентно она давно уже идет потому что давление усилилось давно на донбассе особенно со стороны россиян но каких-то таких знаете массовых прорывов ничего этого нет и говорят что путин поскольку он там собрал мы ему удалось мобилизовать несколько сотен тысяч сотен там 150 тысяч или 200 мной мобилизованных возможно он там дни через 10 может предпринять такую попытку или же к 22 23 февраля якобы годовщина начала войны но времени как говорят эксперты военного него очень мало потому что начинает уже прям сегодняшнего дня начала прибывает тяжелое вооружение и а пока вот все не 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 прибыло то что обещают вот ему якобы нужно вот в это так сказать узко окно втиснуться что вы думаете по этому поводу ну я не хочу отнимать хлеб военных экспертах но исходя просто из той информации которая есть не будучи военным экспертом можно сказать ну даст достаточно очевидные вещи то что сейчас происходит на фронте это давление это не наступление это даже не какие-то наступательные действия это больше больше похоже на давление на попытку забросать трупами и ну естественно при таком давлении какие-то какие-то участки прорываются ну скажем там захватили солидару собственно говоря солидара там осталась оболочка одно только географическое название и так то в общем так сказать город был скажем так не париж вот значит ну правда его пригожин уже сравнил со сталинградом кстати говоря я я вообще удивляюсь как никто из что никто из российских пропагандистов которые слова сталинград произносит обязательно с придыханием и со слезами на глазах никто из них не вспомнил пригожину такое ну прямо скажем достаточно идиотская если не сказать святотасской святотасской сравнение вот сталинград которым погибло свыше миллиона человек с а если считать собой их 100 с обеих сторон действительно всемирно историческая битва вот и солидарно прямо скажем в общем то ничего не ничего не решающий но скорее всего я не исклю я совершенно не исключаю что могут даже в результате этого наступления еще что-нибудь захватить вот но для того чтобы совершить что-то действительно серьезное силу путина нет их просто нет нет мотивации нет нет сил достаточный достаточных то есть ну как оценивают военные эксперты для того чтобы совершить какое-то что-то более серьезное там захватить какой-нибудь крупный город для этого нужно но раза в три в четыре больше 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 даже живой силы не говоря уже о технике так что я полагаю что путин будет забрасывать трупами до до самого наступления на украинской армии вопрос только в одном когда будет это самое наступление украинской армии это в свою очередь понятно зависит от того когда будут выполнены решения восьмого рамштайна и вот ровно через неделю будет 9 рамштайн авиационный и тогда украина получит ну действительно практически все после этого после того как будут выполнены решения авиационного рамштайна сомнений особых нет что там будет принято решение о предоставлении авиации и я полагаю что тогда уже так сказать у генерала заложного появится все необходимое для того чтобы начать освобождение серьезное уже освобождение оккупированные территории украины с какой скоростью это будет происходить это опять таки я думаю что сейчас ни один военный эксперт не предскажет но путин попытается до этого времени убить как можно больше людей и что-то захватить для того чтобы было чем отчитаться он же все-таки еще надеется совершить так сказать вот это вот свое очередное послание которое он должен был в прошлом году сделать он отменил все отменил послание отменил так сказать прием новогодний отменил ежегодную так сказать прямую линию с журналистами но вот все таки говорят что он собирается в годовщине этой войны он собирается куда-то кого-то послать но имеет отсюда федеральное собрание я полагаю что для того чтобы было что сказать чтобы было что называется топливо для горючее для вот этого послания горючее для пропаганды он видимо собирается уложить украинский чернозем но примерно там несколько десятков тысяч российских граждан и может быть захватить какое-нибудь село и потом ну как пригожин заявил что по сравнению с солидаром сталинград отдыхает возможно это село которое так сказать мало кто даже в украине знает как она называется будет объявлена ключевым городом это битва за это село будет объявлено фактически штурмом берлина вот будет сказано что вот на самом деле это и есть столица украины вот ну о том как называется столица украины возложение путина мы узнаем я думаю что уже в этом месяце ну вот такие вот у него путина вообще много исторических открытий вот он недавно открыл такую очень важную вещь оказывается значит танки леопард они использовались во время второй мировой войны вот любой школьник ну понимаете историю в школе в российских школах я думаю честно говоря что в украинских школах тоже поскольку советское время преподавалось так себе вот но любой школьник знали знает что какие танки использовались во время второй мировой войны леопардов среди них не было там были другие кошки вот но путин утверждал вот недавно во время юбилея сталинградской битвы он утверждал что на во время войны использовались леопарды они появились как известно на вооружении вермахта весна осенью 1965 года то есть через 20 лет после завершения войны но что касается географии я думаю что путин нам расскажет о том какой город главный в украине но это зависит от того какой какой поселок он захватит игорь в своем последнем интервью в одном из последних интервью алексей данилов секретарь нбо украины говорит о том что да там нам не дают оружие дальнобойное которое могло бы там доставать до территории российской федерации но не исключено что у нас самих есть такое оружие мы вполне можем это делать быть и по объектам которые мы считаем инфраструктурными военными объектами россии и тут же отозвался медведев он сказал что если украина атакует российские объекты в крыму никаких переговорах не может быть и речи в этом случае со стороны россии возможно только удары возмездия и он предупредил что запылает вся оставшаяся под властью киева украина это цитирую тут несколько вопросов почему не было ударов возмездия когда по крымскому мосту мы ударили никаких ударов возмездия не было и какая-то оставшаяся украина но большая часть украина там когда украинская оккупирована только небольшая часть что имеет ввиду медведев уважаемые наталья мы просто мне чтобы знать и готовиться к нашим встречам дальнейшем я надеюсь что эта встреча не последняя в эфире вы мне скажите пожалуйста мы петросяна тоже будем комментировать я знал и готовится морально но потому что нет я нет одну секунду я понимаю что так сказать у медведева там должности должностей много он заместитель путина во всех по всем делам так я понимаю что и по интимным тоже но он 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 суши он он увешан должностями со всех сторон например он заместитель его по значит там всяким там советом военно-промышленной комиссии он ходит в этом самом своем кожаном плаще значит изображает себя наркома сталинского так сказать и пытается там пальцем ковырять какие-то гайки в этих самых вооружении вот не не ухо ни рыло не понимая ни в чем вот сейчас он исполнил понимаете у него задача выжить у него выжить задача выжить остаться живым и по возможности сохранить там он наворованная там прудик суточка и так далее домик для уточки хорошо известный по расследовательской литературе у него задача выжить а для того чтобы выжить в его ситуации поскольку он обладает нулевой массой покоя политической то его задача постоянно громко кричать и вот он постоянно кричит он грозит внесудебными расправами аля судоплатов уехавшим людям то есть постоянно кто его критикует он значит заявляет постоянно необходимость удара ядерным оружием и так далее значит этот человек ну просто вот один из немногих в окружении путина как с которым я лично сталкивался этот человек никогда ничем не руководил толком он не он находился десятилетия на вершинах российской власти и никогда он не создал даже свою команду то есть у сечина есть команда у кириенко есть команда у всех есть команда у этого нет никакой команды мы даже его собственно секретарша не подчиняется я в этом убеждался не вот когда мы я пытался бытность свою генеральным секретарем со журналистов россии лоббировать там интересы медиа и нулевые годы и медведев тогда был вице-премьером и мы добились у него там подписание каких-то важных бумаг а потом выяснилось бумаги куда-то делись потому что там секретарша просто не не выполняет его приказание поэтому все все что он говорит это все имеет значение только для того чтобы мы это комментировали ничего другого за этим нет но в целом да действительно они там пытаются запугивать я считаю что например вес того же тех же бред не соловьёва который постоянно пытается там уничтожить ту англию то значит соединенные штаты америки пожалуй что больше имеет значение чем бред не вот этого человека медведева вот значит что касается действительно тех важных вопросов очень важных вопросов которые вы затронули значит что 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 так сказать какое оружие как можно может быть использована во первых да действительно украина есть самостоятельно свое оружие в частности вот эти вот волшебные дроны с помощью которых были уничтожены объекты на военном аэродроме значит саратовской области энгельс 2 этапе это примерно расстояние не принципиально отличающиеся от расстояния до москвы поэтому украины сама может уничтожать это первое а второе это то что у украины есть уже оружие и будет предоставлено оружие в частности в частности хаймерсы которые будут бить в два раза дольше дальше чем те которые есть сейчас имеются снаряды и это будет достаточно для того чтобы уничтожать любой объект на территории крыма а ну там же есть условия с которым предоставляется натовское оружие украине чтобы она натовским оружием не уничтожали объекты на территории россии своим пожалуйста это дело хозяйское значит украина ведет войну и делать тоже то что считает нужно а натовским вот не надо по объектам на территории россии но ведь крым это не территории россии это же очевидно для любого человека поэтому украина будет вполне себе прекрасно уничтожать любые объекты на территории крыма которые она сочтет нужным поэтому здесь все в порядке вот поэтому медведев может не беспокоиться ну то есть беспокоиться он конечно должен потому что так сказать ему несмотря на всю карикатурную комедийную роль ему все-таки отвечать придется шутам гороховым тоже приходится отвечать за преступления так что вот но это уже и это уже что называется следующая страница истории вот и сама мобилизация она вроде бы закончена но там не понятно вообще сколько людей мобилизовали судя потому что упомянутый вами соловьев вчера ли позавчера надев какую-то фуфайку военизированную значит бопил в эфире о том что нужно брать молодых самопризывников срочной службы нечего значит им прохлаждаться а если матери против то вообще собственно насрать и на матерей как он сказал священный долг и священный долг вот и он постоянно орет что нужно поменять закон в той части что мобилизованных не контрактика нельзя призывать хотя мы знаем что мобилизованные здесь как их называют мобики давно уже воюют на территории украины но получается что не так все хорошо с мобилизацией ну не много желающих раз вот такие истерики в эфире ну смотрите что происходит так если крупными мазками первый призыв первая мобилизация первая волна мобилизации 320 мобилизовано свыше миллиона уехала в другую сторону то есть уехала в казахстан в грузию там в турцию кто-то в армению и так далее соотношение понятно один к трём один готов идти военкоматы и 3 одновременно идут в другую сторону это это еще самое начало сейчас уже соотношение меняется потому что становится все все-таки все больше и больше грузов 200 приходит и становится понятно что приход военкомат он через какое-то время означает возвращение в деревянном ящике вот это ну вот эта зависимость она все больше и больше прослеживается это раз второе значит что касается да еще дополнительный ресурс это уголовники значит мобилизация уголовников здесь идет за за уголовников идет очень жесткая конкуренция потому что помимо чувака вагнер сейчас идет приватизация армии и существует уже порядка 20 частных военных компаний причем таких которые организуют ну например шайгу организует частную военную компанию тоже шарится по колониям но он право в основном потом так называемым красным колониям где сидят осужденные силовики прокурор и так далее вот но тоже но это вообще потрясающий процесс приватизация армии это где же такое видно было то есть министр обороны сам создает частную военную компанию значит и плюс к этому сейчас вот только что поступила информация о том что значит премьер-министр россии подписал значит распоряжение о том чтобы была создана частная военная компания на базе на базе газпрома о чем о чем идет речь речь идет о том что в принципе все эти частные военные компании которые там и тимченко организует и другие они нацелены на то чтобы в конечном итоге также как и чвк вагнер и все остальные они нацелены на то чтобы они смотрят уже на жизнь после путина на ту рассчитаны на тот момент когда война империалистическая сейчас агрессивная империалистическая война против украины перерастет в войну войну мафиозную то есть войну мафиозных кланах когда она переместится внутри россии и внутри россии все эти частные военные компании ну а если проще говорить это просто бандформирование пригожинская там кадыровская шайгувская там газпромовская и так далее они начнут рвать на части россию борясь за на территории и су и узкие собственности вот о чем идет речь поэтому на сегодняшний момент вот создание этих частных военных компаний это хорошая новость для украины потому что что нарушается какой главный принцип войны нарушается созданием вот этих частных военных компаний едином начале потому что пригожинская чвк вагнер она подчиняется не шойгу не путину не герасимова она подчиняется пригожину или тому кого он поставит командиром значит бойцы кадырова подчиняются кадырову соответственно все частные военные компании имеют своих командиров никакого единоначалия здесь нет поэтому ну а единоначалия понятно что это действительно главный первый основной принцип ведения войны поэтому это хорошая история для 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 украины это очень сильно ослабляет боевой потенциал так сказать российских оккупантов ну да и создает очень сильное напряжение внутри страны мне это напоминает вот 90-е годы когда на каждом базаре был свой отряд ракетиров вот фактически вот эти отряды ракетиров сейчас формируются со страшной скоростью их уже сотни практически не десятки это как было еще полгода назад мы говорили там некоторых людях которые призывают казнить уехавшую но депутат госдумы андрей колесник ну заявил что он будет предлагать закон конкретно санкционировать убийство мигрантов предателей как он сказал за границей но честно говоря даже советский союз в свое время стеснялся они это ледорубом убивали трудского и там кого-то зонтиком кололи но они как-то старались это делать знать не а так сказать не публично старались сделать вид что это не они а тут прямо россия фашистское государство который то кто с нами не согласен то уехал надо собственно говоря законов к казни по отношению к этим людям практику практику судоплатова именно этот человек стоял был таким главным организатором террора о котором вы говорите вот практику судоплатова сейчас кстати человека которого так сказать и в советском союзе осудили в общем-то его никто никогда не пропагандировал а сейчас он всплыл сейчас вы имя с придыханием произносят постоянные соловьев и другие пропагандисты и вот эта практика судоплатова она ее пытаются возродить но собственно она никуда не уходила потому что там и отравление полонием и так сказать другие там всякие убийства за рубежом и уколы зонтиком отравленным предыдущий период все это было всегда в практике и советского союза и постсоветской россии но некоторые даже депутатами становились исполнители тот же самый луговой да то есть это это все это так сказать присутствует но сейчас это очень открыто пропагандируется да понимаете тут какая штука дело в том что смерть и убийство и вообще война она сегодня становится она героизируется и вообще смерть убийство война это становится чем-то нормальным то есть постоянно вбивается в голову людей такая странная казалось бы идея на самом деле нормальная для фашистского государства что нормальное состояние человека это убивать и быть убитым вот это нормальное состояние путин говорит о том что на чем все равно значит умрете от водки или от наркотиков лучше идите по и сдохните на поле боя все польза значит там вот маргарита симонян только что сказал что надо вернуть традиции когда все девушки хотели выйти замуж только за офицеров только за военных вот только военные не нужен никто но я не знаю что что там в этот момент подумал господин киосаян который имеет счастье так сказать быть мужем этой этой упырихи но так сказать ну ладно это их глубоко личное дело но вообще идея что девушки должны выходить замуж только на военных за военных учитывая то что военные сейчас возвращаются грузами 200 но это такая перспективная штука значит вы так уже депопуляция в россии постоянно идет чудовищная она измеряется уже миллионами людей и видимо желание в конечном итоге ликвидировать так сказать население россии окончательно но все-таки как-то подспудно зреет в головах этих людей идея о том что смерть это это хорошо она все время присутствует тот же слове говорят но сам всем всем все умрем какая разница раньше или позже вот сам он почему-то не хочет раньше он видимо хочет подождать помучаться вот то есть это это все так сказать сейчас пропагандируется то что война это хорошее нормальное состояние общество это сейчас просто в тренде это просто в тренде и связано с очень простой вещи дело в том что путинский режим вошел в такую фазу в которой он уже не не может не воевать он не может воевать не не воевать то есть это такая фаза фашистского наркотика когда нужно все больше и больше дозы этого наркотика поэтому те кто сейчас говорят о том что нужно там какие-то мирные переговоры вести нужно сейчас остановить войну это люди которые просто не понимают чем они имеют дело либо сознательно обслуживает путинский режим есть у нас такие замечательные люди есть там папа римский который все никак не может доехать до киева потому что его сотрудник фсб гундяев исполняющий функции патриарха не пускает в москву вот ну и так далее то есть это все это все безумие никакие мирные переговоры не нужны нужно уничтожить этот режим нужно уничтожить вот этот режим разгромить полностью уничтожить российскую оккупационную армию и в конечном итоге добиться того чтобы вот это государство уже режим сросся с государством это государство было уничтожено другого варианта просто нет иначе война не прекратится кстати говоря вполне возможно что она продлится ну то есть у меня нет сомнений в том что украина вышел нет оккупантов за пределы своей территории но это не означает прекращение войны война может как продолжаться и после этого да безусловно пока есть такой сосед такой может быть всегда я хочу вам задать также еще один вопрос игорь он непростой для вас все-таки спрошу это я думаю вы догадываетесь какой эта статья явлинского прекратите которую опубликовал в новой газете и где он обвиняет не только путин но и зеленского и байдена в том что идет война га призывают к тому что нужно прекратить огонь не обвиняет всех нежелание сделать это пугает украину пугает запад и так далее и так далее я даже не принялась нашла эту статью прочитала ее ну как-то вы можете объяснить позицию например явлинская понимаю что вы не явлинский и да это не функция объяснять его статьи но тем не менее но все-таки он же демократ он же и и человек не глупый он же не может не понимать что это не украина пришла в россию с войной что сейчас прекратите прекратите обороняться он имеет ввиду что он имеет ввиду что прекратить отдать территории объяснить это довольно просто значит григорий сечевлинский в данном случае пишет то и так чтобы сохранить свою партию то есть вот 30 лет которые григорий сечевлинский выступает на российской политической сцене главной целью его было сохранить партию это было главное его завоевание он действительно ее сохранил но и сохранил уже просто как оболочку на последних выборах за нее уже практически никто не голосует практически никто потому что его задача сохранения партии любой ценой потому что вот это его статья и до этого некоторые его телодвижения они были направлены на фактическое обслуживание фашистского режима путин то есть вот эта статья это обслуживание путинского режима там есть некоторые вещи которые на сто процентов совпадают с основными трендами путинской пропаганды то есть эти слова которые там написаны они вполне могут могли бы принадлежать перу кириенко например значит там любого любого путинского спича они могли бы принадлежать перу самому самому самого путина это такие вещи что ну просто папа пунктам значит заявление о том что значит путин обязательно применит ядерное оружие то есть явлинский присоединяется фактически к ядерному шантажу путин поскольку то есть логика такая поскольку путин обязательно применит ядерное оружие то не надо сопротивляться причем это происходит тогда когда запад уже перестал бояться ядерного шантажа явлинский подчеркивает что путин обязательно применит ядерное оружие и это значит что надо прекращать войну по сути дела надо не сопротивляться путину ну понятно что завтра путин потребует польшу значит надо уступить польшу потребуют страны балтии нас надо уступить балтии иначе он же применит ядерное оружие то есть логику уступки в ответ на ядерный шантаж означает то что завтра путин скажет извините территории соединенных штатов америки она тоже наша историческая родина я даже могу сказать как он это сделал очень не знаете что что соединенные штаты америки это историческая территория россии это очень очень просто значит когда-то вот коренной тут все проще когда-то коренное население соединенных штатов америки пришли они живет правда они же пришли из северной евразии там правда не было тогда россии но неважно то есть это коренное население индейцы коренное население на соединенных штатов америки они пришли из северной евразии это правда ну следовательно это наши предки да то есть следует это наша территория все отдавайте ну а вляску возвращать и так далее но вот это безумие это результат того что предлагается уступать ядерному шантажу явлинский не может этого не понимать он играет сто процентов играет заявляет заявлен там прямо написано что у россии есть жизненно важные интересы в этой войне вопрос какие какие у россии жизненно важные интересы в этой войне это что харьков жизненно важный интерес для россии а что еще жизненно важный то есть человек несет полный бред. Заявление о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не может победить, это тоже полный бред. Простите, в истории, если мы все-таки договоримся о том, что никакого ядерного оружия Путин не применит, а это для меня совершенно очевидно, то тогда остается конвенциональное оружие, конвенциональная война, в которой Путин проигрывает в сухую. И были примеры гораздо более разительного несоответствия в мощи, когда Советский Союз, огромный сталинский Советский Союз, неизмеримо более мощный, чем путинская Россия, проигрывал войну маленькой Финляндии. И царская императорская Россия, Российская империя, великая, могучая, проигрывала маленькой Японии. И таких примеров достаточно много. Поэтому вот это утверждение тоже абсолютно ни на чем не основано. То есть Григорий Всевичевлинский обслуживает путинский режим. Цель простая — сохранить партию, сохранить себя в политике. — Тут интересно, Игорь, тут интересен вот этот момент цена вопроса. Знаете, я много раз слышала, что кто-то, когда люди идут на какие-то низости, совершенно очевидные в жизни, что у них цель что-то сохранить. Вот Женя Миронова мне говорили, поехал в Мариуполь, он хотел сохранить театр. Там Явлинский хочет сохранить партию. Знаете, эпогеем вот такого сохранения является, мне кажется, Владимир Ильич, который лежит в мавзолее, тело которого тоже хотят сохранить все время. — Хороший пример. Хороший пример. Хороший пример. И Яблоко сегодня очень похоже на оболочку Владимира Владимировича Ленина. Я с вами согласен. Я считаю, что это действительно очень хороший образ. Ну, масса примеров, вы абсолютно правы. И, так сказать, многие актеры, которые пытаются сохранить себя в искусстве, на самом деле сохраняют пустую оболочку уже. И партия, которая на самом деле является пустой оболочкой, с крылупой, внутри которой ничего нет. Все, все это классический пример, ну, вот таких вот игр с дьяволом. Понимаете, вот игр с дьяволом, когда продается душа и в результате, в общем, в общем, люди приходят к известному результату. Вы абсолютно правы. Григорий Алексеевич Явлинский — это большая, большая, серьезная, большая, серьезная, так сказать, неприятность для очень многих людей, которые с ним работали и которые голосовали за него. Ну, вот сейчас он борется за то, чтобы сохранить партию и за то, чтобы Путин взял его в качестве фона, в качестве интерьера на следующие выборы. Если, конечно, путинизм доживет до выборов 24-го года, в чем я немножко сомневаюсь. Но, тем не менее, если это случится, мы живем в вероятностном мире, и это тоже может быть, то тогда, значит, Путину потребуется некий интерьер, некий инвентарь на этих выборах. И в качестве инвентаря он должен предъявить кого-то, каких-то статистов. Там, коммуниста какого-нибудь, там, я понимаю, кого уже он выбрал, там, какого-нибудь ЛДПР-овца. Ну, и вот вам, пожалуйста, хотите, вот, пожалуйста, либерал-демократ Григорий Алексеевич Явлинский. Вот он где, Явлинский, ну-ка, иди сюда. Вот он стоит. Понимаете, это будет так. Вот это... Но, знаете, мне кажется, это страшная судьба доживать в качестве политической маркетанки в обозе у фашиста свою политическую жизнь. По-моему, это трагедия, нет? Нет, я... Более того, поскольку я давно и очень хорошо знаю Григория Алексеевича Явлинского, мы с ним работали в одной фракции, я был его заместителем во фракции в первом созыве Государственной Думы. И я всегда... И долгие годы я относился к нему с уважением. Хотя мы спорили, наши пути разошлись в 1995 году, политические пути. Но мы продолжали сохранять добрые отношения, я всегда относился к нему с уважением, несмотря на его ошибки. Но сейчас он, к сожалению, перешел... Ну, не сегодня, не с этой статьей. Раньше перешел на тот рубеж, после которого уже его нельзя воспринимать как рукоподаваемого человека. Там ведь трагедия же заключается не только... Ну, Явлинский все. С ним стало ясно еще окончательно в 1999 году, когда он голосовал за Путина в качестве премьера. И это, кстати говоря, это серьезная история, потому что именно голосами яблочников Путин стал премьером. И это стало возможным... Это дало возможность, так сказать, совершить эту операцию преемник. Если бы не это, то никакого Путина во главе страны бы не было. Вот. Там беда-то... Григорий Алексеевич Явлинский, он действительно продал душу дьяволу довольно давно. Но проблема в другом. Проблема в том, что в Яблоке избирателей мало, а людей-то хороших очень много. Там и Вишневский, и Шлозберг. Это замечательные люди, которые много чего делают. Но они заложники. Они сейчас говорят то же самое, что и в Явлинске. Несут ту же ахинею. Совершают те же самые подлости. То есть одной рукой они помогают людям, одной рукой они там занимаются правозащитной деятельностью, кого-то вытаскивают из тюрьмы, а другой рукой они вот, так сказать, повторяют Вильне своими словами, своими текстами они поддерживают то, что делает Путин. И Шлозберг, и Вишневский, вот эти два наиболее ярких человека в Яблоке, они повторяют то, что говорит Явлинский. Они тоже как-то такие. Если Явлинский заложник Путина, то вот эти вот все остальные заложники Явлинского. Такой вот большой-большой стокгольмский синдром. Это все очень горько. Это все личные какие-то драмы, трагедии. И очень-очень большие разочарования. Ну да, вы же помните эпиграф к известному роману Хуминга «Не спрашивай, по ком звонит Кулак, он звонит по тебе». Демократы не должны спрашивать, по ком звонит Кулакал. Вот такие вот примеры, такие примеры, они и есть ответ на вопрос. Ну и вот в финале хочу вот о чем вас спросить. Многократно в разных эфирах было сказано, что Мюнхенская конференция, она как бы публично положила начало вот этому фашизму официальному Путина, на котором он тогда выступил. Вот сейчас надвигается следующая Мюнхенская очередная конференция. И тут интересный вопрос. Вот как вы считаете, при каких обстоятельствах может возникнуть перспектива вернуть Российскую Федерацию в контур европейской безопасности? Или это вообще уже как бы невозможно в ближайшие годы? Вы знаете, здесь на Мюнхенской конференции будут выступать два замечательных человека. Это Гарри Кимович Каспаров и Михаил Борисович Ходорковский. Ходорковский считает, что существует возможность вернуть Россию, как вы выражаетесь, в контур европейской безопасности. Я так не считаю. Я не вижу никаких шансов, ну или скажем так, я не понимаю, я не вижу дорожной карты, с помощью которой можно, так сказать, ну как в таких случаях говорят, построить Европу от Лиссабона до Владивостока. Не выстраивается такая Европа. По многим причинам, значит, вот этот имперский синдром, который заложен в самой конструкции Российской империи, а это империя сегодня, он, к сожалению, не вытаскивается из Российской империи без ее разрушения. Вот это не получится. И более того, понимаете, проблема заключается в том, что было бы очень здорово, если бы, вернее, не здорово, это все ужасно, это все с кровью, но тем не менее исторические перспективы вот такого включения России в европейский контур были бы возможны, если бы Россия могла бы разделить судьбу, российский фашизм мог разделить судьбу германского фашизма. Если бы кто-то смог Россию разгромить, заставить ее подписать акт о полной безоговорочной капитуляции, значит, там Абрамсы на Красной площади, Путин подписывает договор и Россия оккупируется. Вот. Значит, я желаю поражения своему государству, но я точно знаю, что никто оккупировать Россию не будет. Это я точно знаю. Я точно знаю, что Украина остановится на своих границах. Я точно знаю, что войска НАТО не начнут оккупацию России. Я точно знаю, что очень уважаемый мной человек Михаил Борисович Ходорковский не будет иметь существенного влияния на судьбу России. Его замечательная книжка, которую он написал, она не найдет притворения в реальности. То есть он написал книжку, где он рассказывает о том, какой должна быть Россия нормальная. Парламентская республика и так далее. Великолепно. Согласен. Только один вопрос. Это кто это будет делать? Кто ждет? Понимаете, когда там Ленин, сидя в Цюрихе, строил какие-то планы, он имел такую возможность, потому что его в России ждала созданная им партия большевиков, которая могла, это боевая бандитская партия, которая, так сказать, была готова на все, и которая была выдрессирована им, и она готова была прийти к власти. У Михаила Борисовича Ходорковского никакой партии в России нет. Точно так же у Гарри Кимнича Каспарова, еще одного замечательного человека, который будет выступать на Мюнхенской конференции. То есть, вот вся российская политэмиграция, она не имеет никакого влияния на то, что происходит в России. Никакого. В отличие от большевиков, которые, так сказать, имели такую возможность. И никто не будет встречать на вокзале, как встречали Ленина. На вокзале, да. Это все вот так. Поэтому я думаю, что единственный шанс Россию как-то включить в контур европейской безопасности пусками. Вот после вот этой мафиозной разборки, после смуты, которая возможна, не обязательно, но возможна, то вот эти вот фрагменты, которые будут в результате распада Российской империи образованы, вот с ними могут, там могут быть варианты. И вполне возможно, что какие-то куски, какие-то территории, анклавы там, территории, осколки Российской империи, они вполне могут. Они могут, потому что там имперский синдром исчезает у большинства территорий, которые состоят. Это же известно, понимаете, имперский синдром, он присутствовал практически во всех, в разной степени, но он проявлялся практически во всех частях Советского Союза. Он был, он был везде. Но после того, как Советский Союз распался, никаких признаков имперского синдрома нет ни в одной бывшей Советской Республике. Ни в одной. Российская Федерация стала правоприемницей всего этого дерьма. Она вобрала в себя, она вобрала в себя все. Вот все дерьмо, которое было в Советском Союзе, Российская Федерация в себя вобрала. Это ядерное оружие, членство в Совете Безопасности и заодно бонусом имперский синдром. Вот эту отраву она в себя все втянула. А было же это разлито везде. Понимаете, везде же это было разлито. И, так сказать, и участвовали в имперских войнах и подавляли восстания все. И в Чехословакию танками входили все. А потом, когда все развалилось, ничего нет. И никто, так сказать, не страдает, никто не мечтает. Ну, отдельные какие-то придурки страдают имперским синдромом. Где-нибудь, там, старики какие-нибудь в Казахстане, в Украине наверняка тоже такие есть, кто мечтает. Это, ну, сейчас уже меньше. Ну, были. Ну, я уже практически не встречаю людей, которые там говорят, вот, при Советском Союзе было хорошо. Сейчас нет. Сейчас, ну, слушайте, знаете, вот это война, она лечит. И она лечит очень сильно. По крайней мере, Украину она вылечила от очень многих болезней. Это очевидно совершенно. Это просто видно даже, даже, да, даже, так сказать, ну, по очень многим наблюдениям. Война изменила. Вообще, она не только создала, действительно, кристаллический вот такой вот субъект международной политики, как Украина. То есть, это, Украина изменилась за 30 лет просто радикально. А уж война до неузнаваемости. Это правда, Игорь. И вам огромное спасибо за поддержку той Украины, которая сегодня есть, и за понимание того, что сейчас происходит. Спасибо, до встречи. Всего доброго. До свидания. До свидания.